Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о 13 главе Евангелия от Марка. В 13 главу помещена беседа, которую мы знаем, обычно называем среди себя беседой на горе Елеонской. Эта беседа происходит в последние дни перед смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. Происходит она на горе, с которой виден Иерусалим, виден храм. И поводом этой беседы становятся слова неизвестного нам ученика, одного из учеников Христа, который, показывая, обращая внимание Господа на эти здания, говорит, вот посмотри, какие величественные сооружения. За этим, скорее всего, стоит некоторая часть диалога, которая не попадает в письменные и устные источники и, в общем, не представляется существенной для евангелистов, но важна для понимания дальнейшего того, что Господь отвечает. Потому что в словах «учитель, посмотри, какие камни, какие здания», в общем, довольно явственно слышатся отголосок, знаете ли, древней поговорки, существовавшей в Иерусалиме и в целом в Израиле еще за добрых полтысячелетия до Христа, во времена пророка Иеремии, когда было принято говорить, что вот здесь храм Господень, и этот факт, то, что существует это архитектурное сооружение, оно само по себе является оправданием существования и неприкосновенности города Иерусалима. «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания», одновременно является и указанием на то, какой сложный, пышный, традиционный, многовековой культ в этих зданиях совершается. Это своего рода для тех, кто смотрит на эти здания, знак того, что в отношениях с Богом у этих людей, у жителей этого города все хорошо, все складывается правильно. И на это в первую очередь Господь говорит, здесь не останется камня на камне, все будет разрушено. Вся беседа на горе Елеонской начинается с того, что на самом деле в отношениях с Богом далеко не все хорошо, и это касается, отнюдь, не только, естественно, Иерусалима двухтысячелетней давности. И когда уже на горе Петр и Иоанн, и Андрей, другие ученики спрашивают его, а когда, почему, как это вообще произойдет, это разрушение, и какие признаки того, что это приближается, что это будет, Господь отвечает им и предлагает некоторую трудную для интерпретации картину конца времен. Он говорит о том, что предстоящее, то, что будет после его смерти и воскресения, вовсе не окажется каким-то триумфом и победой сил добра над силами зла, когда все вдруг как-то сложится, и все будет хорошо. И это то, что очень трудно принять ученикам, да и, в общем, нам тоже сегодня отнюдь не легче принять. И Господь говорит им о том, что дальше в перспективе нарастает такая поляризация между Светом Божиим, который входит в историю человечества, и тем противлением, которое в человеческих сердцах на это отвечает. В каком-то смысле можно сказать, что беседа на горе Елеонской в целом становится своего рода конспектом апокалипсиса и краткое содержание того и другого, вообще говоря, довольно близки. Но что действительно важно для нас услышать в словах Христа, что он говорит ученикам? Да, Господь говорит о том, что в грядущем, в том, что по отношению к его ученикам является грядущим, и, наверное, по отношению к нам тоже, этот мир ждут довольно обычные для него человеческие вещи. Ведь Господь на самом деле не обещает здесь никаких экстраординарных катастроф. Он говорит, восстанет народ на народ, и царство на царство, будут землетрясения, голод и смятения. И, в общем, все это всегда в человеческой истории есть. Гораздо важнее другое. Не то, что нам следует готовиться к каким-то особенным ужасам. Господь говорит, но вы смотрите за собою. Вы смотрите за собою. Потому что люди с большой готовностью, и, в общем, это можно понять, конечно же, смотрят с изумлением на эти катастрофы и на то, что будет происходить с человечеством, с нашей планетой, со всеми нами. Господь говорит, смотрите за собой, за тем, что внутри вашего сердца происходит, в вашей жизни. И когда, говорит Господь, будут вас предавать, и даже самые близкие будут отрекаться от вас из-за меня, вы пребывайте в Духе Святом, вы пребывайте в отношениях с Богом, храните верность Ему. Вот, может быть, лейтмотив всей этой главы. Господь говорит о том, что не надо к этому готовиться. И когда вас поведут на суды перед правителями, перед царями за Христа, говорит Господь, за меня, говорит Господь, своим ученикам, не надо заранее думать, что нужно будет говорить, чем оправдываться и что объяснять, потому что Бог будет с вами, и не вы будете говорить о Духе Святой. И еще довольно важное в отношении нашем к этой беседе вещь, то, что он говорит, во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Насколько мы можем судить, замысел состоит в том, чтобы мы успели донести весть о Христе до всех людей. Насколько это вообще возможно? Видимо, Господь считает, что это возможно, и это нужно сделать. Должно быть проповедано Евангелие. Имеется в виду, конечно же, Евангелие в том древнем смысле, благая весть о Господе Иисусе Христе. Ясное дело, что когда Господь это говорит, Евангелие как книги, как текста еще не существует. И дальше Господь продолжает объяснять ученикам и говорит о том, что да, этот окончательный момент прояснения, где правда, где ложь, где свет, где тьма, он произойдет неожиданно, и все равно невозможно к этому подготовиться. Но он говорит, что перед этим огромное количество соблазнов приходят в человеческую жизнь, и восстанут лжехристы, лжепророки, и постараются, если это возможно, прельстить даже самих учеников Христа. И говорит еще раз удивительно эти слова. «Вы же берегитесь, берегитесь, ходите осторожно». И дальше еще одна удивительная тоже вещь. Христос говорит своим ученикам, да, в те дни будут катастрофические какие-то явления в окружающем мире. Он цитирует здесь пророческую литературу древнюю, в которой было принято довольно определенным условным языком описывать эти события. Да, и Господь говорит, что вот тогда, когда это все будет происходить, увидят сына человеческого, грядущего на облаках, силою, многую и славою. Явно по тому, что говорит Господь, явно будет для людей вот эта слава Божья во Иисусе Христе. Далее евангелист Марк продолжает говорить об этой беседе и тоже записывает в своем рассказе чрезвычайно важные слова. «О дне, житом и часе никто не знает, ни сын, ни ангелы, но только один Отец Небесный». И это в нашей сегодняшней жизни отношение к этому вопросу, к этой проблеме конца времен тоже очень важно, потому что мы все время норовим увидеть признаки и распознать каким-то образом сроки. Неважно, на самом деле, какие психологические мотивы у этого. Кто-то хочет спрятаться, а кто-то, наоборот, надлежащим образом подготовится. Господь говорит, это невозможно, потому что этих сроков никто не знает. Но в заключительной части беседы на горе Елеонской Христос говорит о том, что это событие будет подобно тому, как если бы господин дома отлучился и велел слугам быть готовыми, быть готовыми исполнять свое дело. И эти слуги не знают, когда придет господин. Поэтому для того, чтобы не оказаться неверными этому повелению, они должны обязательно, вынуждены, иначе не может быть, постоянно жить в этой готовности, в верности повелениям господина. На сегодняшний день для нас означает это, в первую очередь, что наша задача в любой момент нашей жизни жить так, чтобы, если конец времен наступит завтра, быть к этому готовыми, не откладывать на потом. Это очень тоже человеческое свойство, широко распространенное в людях, предпочтение отложить исправление своей жизни и приведение в какой-то надлежащий нравственный порядок этой жизни отложить, но когда-нибудь потом. И это точно так же опасно, как и алармизм, когда мы отказываемся делать, что бы то ни было созидательное и светлое, потому что вот-вот наступит конец всему и катастрофа. Вот Христос предлагает здесь своим ученикам третий путь, путь, который заключается в том, чтобы всегда трудиться для Бога, для людей, для правды Божьей, так, как будто у нас есть на это время, и внутренне, сердцем, нравственно быть готовыми всегда дать отчет перед Богом за то, что происходит в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok